здравствуйте меня зовут шура и вы на канале handmade as a ну сегодняшнем видео я буду показывать как сделать сережки с использованием кабошона это кабошон лазурита и это камушки ополита но для того чтобы сделать сережки я буду брать вот такую вот проволоку это проволока покрыта чем-то чтобы она не менял свой цвет не темнело и вот это покрыто серебром тонким слоем вот я возьму где-то 25 сантиметров этой проволоки и мне нужно найти середину вот это здесь и мне нужны будут круглогубцы и нужно вот одну наверх другую вот вниз из получается такая латинская буква с и мне не нужна круглая форма мне нужно будет овальная форма потому что вот этот вот лазурит у меня овальный вот теперь можно снять и вот пытаться создавать форму лазурит я буду продолжать и опять можно посмотреть как это будет выглядеть ну еще место есть вот на один оборот мне кажется и все нас и с этой стороны все еще хочу тоже это в общем то зависит от того как вы хотите хотите ли вы чтобы было больше видно вот этого серебра но или youtube проволоки того цвета который вы выбрали до чтобы она была видна вот как здесь или вы вот не хотите вот так вот у меня не очень будет видно серебро ну вот и с этого места можно уже делать начинать делать петельки ну я бы хотел вот его немножко вот сжать и сделать более овальным еще раз померить да я бы еще хотел сжать немножко еще есть возможность вот это конечно нелегко нелегко все эти сжимания на проволоке происходит но тем не менее вот так вот это будет выглядеть и вам нужно будет еще вот сделали и сравнить со второй деталью ну вот и сейчас можно начинать делать петельки и для этого нужно загнуть проволоку ну то есть петелька она должна идти вот так вот да как бы по центру и если вы ну приблизительно не можете определить но отметьте просто вот фломастером здесь и фломастером здесь ну вот таким фломастером который вы сможете потом стереть но на самом деле это неважно потому что это детали вот который мы сейчас делаем точнее который я сейчас делаю ее не будет видно в принципе вот чуть чуть дальше вот вот так куда это лучше и нужно делать вторую можно даже использовать линейку чтобы вот не ошибиться ну где-то здесь вот я возьму буду загибать ну вот так вот 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 не покажу вот посмотрите вот так и сейчас нужно делать петельки и для этих петелек вот нужно будет вот эту часть очень сильно зажать и загнуть 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 на одну сторону вот так и вторую вторую на на другую сторону на другую сторону вот так вот еще раз я попробую потому что тяжело это все сжимается но сжимается да видите она становится более такое овальное сейчас просто очень хорошо даже бы сказала идеально но я все равно в конце еще немножко подожму теперь осталось сделать петельки для этого нужно взять круглогубцы ну я вот буду делать так петельки должны быть маленькие в общем-то вот и теперь можно обрезать нужно найти хорошие кусачки для того чтобы не отпиливать напильником острые поверхности ну вот так вот и теперь можно закончить ну вот очень хорошо по моему вышло ну может быть после необходимо будет какая-то еще как сказать адаптация для конкретного украшения ну вот видите очень хорошо осталось сделать вторую петельку и вот так вот это вот будет выглядеть с лицевой стороны сейчас я сделаю вторую петельку и мы с вами продолжим вот вот ну вот я сделала и вторую петельку тоже и можно теперь вот примерить вот вот очень теперь пришло время простучать вот так вот так вот и сделать точно такую же вторую и вот я нанесу сюда клей я должна только выбрать сначала какая сторона у меня более красивая какая не очень сейчас я нанесла вот эту вот картонку клея вот этот клей е6000 обычно я им пользуюсь и сейчас я определилась где у меня лицевая часть а где изнаночная так скажем не изнаночная а невидимая да и на невидимую я и буду наносить клей клей конечно засох по моему немножко но он все равно хороший клей и им я и вот приклею вот это вот такой как сказать спираль с двумя петельками к к своему кабошону ну вот когда вы будете приклеивать расположите его в наиболее выгодном для вас положении да ну вот да но положение определяется с лицевой стороны да то есть хотите вы чтобы металлические части были видны или не хотите и ушки чтобы ушки были ровными я вижу что мои ушка вот это вот оно не совсем ровно и вот нижняя отлично вот верхняя не очень ровная да и нужно его вот сейчас пока еще не высохла привести в порядок вот так как там вы понимаете конечно что это может быть также и коннектор да то есть но это и так как бы коннектор я имею виду коннектор не для сережек а для бус вот у меня готовы две детальки да и два кабошон чека и так вот они выглядят с другой стороны и они сейчас будут лежать и сохнуть у меня в результате вышло вот 2 2 таких коннектора с лазуритом но я стала будто задумываться о швензах у меня конечно было много вариантов вот например у меня вот такие гвоздики были да но здесь вот даже миски видно что . очень такая отверстие вот это вот да она очень такое хрупкое то есть вот эта моя проволочка она не идет сюда никак вот так кстати они выглядят да очень мне нравится я их очень люблю такими с камушками у меня были еще и вот такие да они сделаны в таком же стиле ну вот у меня еще вот такие гвоздики были да но вот с гвоздиками у меня тут произошла так скажем засада вот вы видите что они такого очень металлического такого цвета да а моя проволочка она более светлая то есть на самом деле мне очень нравится эти гвоздики я бы их использовала но я не совсем правильно сделала я сначала решила сделать коннектор а потом стала подбирать швензы вот нужно сначала подбирать подобрать и швензы и проволоку чтобы они подходили друг другу а а я вот так вот сделала коннектор и а про швензы как-то забыла ну вот и из-за этого вот пришел такой вариант вот такие швензы да ну они достаточно простые но они можно так сказать что они мои любимые швензы на самом деле да потому что я не очень люблю гвоздики да вот они сделаны из латуни и вот и но мне очень нравится лату я люблю работать с латунью и с фурнитурой из латуни мне нравится что механизм здесь очень такой хороший вот у меня несколько сережек были вот с такими вот швензами и все очень хорошо то есть ничего не сломалось не оторвалось но вот видите это идеально сюда подходит вот прям по цвету идеально мне не нравится что очень это просто как бы но я очень в каком-то смысле люблю простые вещи да вот как говорится нет ничего более сложного чем все простое ну вот и в общем я люблю очень вот эти вот в общем то вы видите что очень хорошо подходит вот но мне кажется что швензы простовато как-то вот здесь в данный момент и мне хотелось бы что-то сюда одеть может быть какую-то бусину да и вот поскольку это латун я думаю что я могу это сделать что я имею ввиду что я вот немножко ее отогнула и сейчас я уже нашла себе подходящую бусинку которая буду одевать это аппалит и видите что он какой-то вообще не кондиция какие-то вот у него прозрачными какие-то непрозрачные прозрачные непрозрачные вот в данной ситуации мне нужны непрозрачные и попробую ее одеть на эту швензу ну вот но еще не совсем нужно еще нужно как-то сделать ее ровно вот ровно ее разогнуть и чтобы потом ровно ее согнуть обратно на бусинку я уже делала когда-то вот такую такую вот такой вариант да ну для себя видео с таким вариантом нету вот именно с таким да и и вот так ну вот так вот ведь я ее разогнул да вот оригинальная швенза она такая вот сейчас она так обязательно нужно иметь запасную швензу да ну вот чтобы можно было сравнивать даже когда вы будете обратно еще не хватает мне ну чтобы можно было согнуть в обратное положение по но использовать как образец вот и теперь надо вот попробовать не очень все еще идет вот ну вот ну вот все теперь нужно сделать то что здесь было до этого вот и для этого я буду использовать вот это вот вот это вот устройство и сначала до изначально да вообще нужно вот самое начало нужно взять и померить куда куда она подойдет вот у меня подходит 2 на 3 уже не идет да то есть ровно вот я не знаю как по номерам вот просто номер 2 если считать это 1 то это вот 2 вот и можно загибать вот и нужно и не бояться в общем один раз если не получится получится второй раз вот так и надо посмотреть как это выглядит теперь вот нужно все время сравнивать да вот сейчас я поставлю вот еще нужно просто для начала нужно сделать чтобы был правильный вот этот вот изгиб 6 изгиб не получится все остальное неважно ну вот латунь она она здесь мягкая у меня вот давайте проверим не с этой стороны ну в общем то уже очень хорошо можно остановиться нужно просто ее немножко придавить не придавить а вот вот эту часть загнуть и сейчас я ее выпрямлю вот и надо будет вот смотреть ну вот кривовато этот кончик его нужен тоже выпрямить немножечко вот здесь в общем просто подгоняйте ее вот тут тут образ которым она была и что здесь главное вот нужно чтобы ваш замочек закрывался сразу удивительно закрылся я не ожидала еще раз давайте ну да закрылся и нужно еще сравнить чтобы вот когда он закрывался вот то чтобы вот заходило туда такое же количество от этого ушка да вот на самом деле несколько миллиметров да а у меня а у меня меньше то есть вот так можно сделать теперь вот так вот это будет прикреплено да и мне остается сделать что-то внизу необычное необычное вот у меня уже две швензы на самом деле сделаны да но я не хочу чтобы этот шарик здесь болтался хотя я знаю что он никуда не денется вот и я хочу его немножко подклеить то есть я донесу сюда клей и приклею эту бусинку и это мой клик который я все время использую это е 6000 вот и я нанесу его вот сюда вы знаете что он прозрачный так что ничего страшного если что-то куда-то попадет вот такое надо было побольше выдавить потому что он вначале очень какой-то суховатый и мне нужно вот убрать лишнее вот вот и продолжать ну вот и нужно еще раз убрать лишнее вот вот так очень хорошо ну все вот она у меня не идет дальше и можно теперь приклеить вторую ну вот сейчас вы видите вот этот вот эта бусинка да она приклеена уже и вот видите она не двигается и вот старая тоже я соединила две эти детали чтобы можно было подумать что же будет здесь внизу вот я решила вот сначала я вот хотел показать вот у меня такие бусины есть да они очень маленькие они сделаны я так думаю специально для сережек это кажется вот но я думала знаете что ну вот допустим прикрепить на цепочки вот эти до прямоугольнички чтобы они так висели да как-то вот две штучки я хотела рядом но немножко разной длины да ну что я передумала вот я не нашла маленького размера лазурит да и поэтому вот это на бусина будет потому что они как бы это две одинаковые бусины это две одинаковые бусины но разного размера а полит и я думаю что это вообще идеально будет его только не уверена что может быть стоило бы удлинить эту сережку но я вот сначала сделаю просто петельку и померяю да надо поменьше сделать чтобы не чтобы было больше видно вот так мне кажется так очень хорошо да может быть даже какую-то шапочку необычную попытаться найти или вот просто такой минимализм без какой-то серебряной фурнитуры мне кажется камни сами по себе красивые но вот такие сережки у меня получились вот как вы видите я не стала ничего удлинять вот просто сделала вот эту бусину на пине и с петелькой вот мне вообще-то понравилось и такое неожиданное для меня сочетание я ничего такого не имела вот у меня не было таких украшений с лазуритом да и с аполитом вот мне даже кажется что надо будет сделать бусы да но сначала надо будет купить красивый лазурит потому что весь лазурит который у меня есть он гораздо темнее чем вот этот на мой взгляд очень красиво и удачно вышло потому что вот если есть вот кабошон я вот другого какого-то пути не знала как только оплести его бисером да очень мне понравилось еще здесь есть один такой тип ну такая как бы штучка который неплохо знать вот здесь вот нужно видите вот эта вот часть она прямая да это петелька и сам кабошон вот с этой вот металлической спиралью а вот это вот ушко она немножко наклонено вперед вот тогда они лучше смотрятся сетки когда вот ушко верхней а вот здесь лучше видно когда вот верхнее ушко немножко немножко наклонено вперед но это очень индивидуально мне кажется это зависит от того какие вы швензы возьмете да вот я говорю вот для вот этих вот конкретных швенз ну вот так вот выглядят мои сережки когда они в висячем положении находятся ну вот можно увеличить очень красивый камень лазурит очень красивый здесь аппалит тоже он как бы голубой с желтым вот по краям тоже очень красивый и очень хорошо все смотрится на самом деле получились шикарные сережки я думаю что куда должны тоже сюда идти и шикарней шин бусы нужно только найти вот такой яркий голубой лазурит а сейчас мое видео подходит концу и всем удачи и скоро увидимся